У вас было голоса не очень, но он слушал, не отрывается. Я сказал, молодец. Ну, в общем, короче, вот так вот такая произошла. Вы слушаете книги в другом исполнении, кроме ваших? К сожалению, нет. Вы знаете, что, и я тут оправдываться особенно не вижу, потому что я действительно, мне очень много времени уходит на чтение, и только слух, но и просто глазами. Я очень ценю вот эту встречу с книгой. И, к сожалению, должна сказать, что иногда посредник мне мешает. Как и я решаю, наверное, какому-то. Абсолютно. Я, кстати, сказать, из этого тоже скажу. Посредник мне иногда мешает. Но вот некоторые, бывает, что я там слышу какое-то чтение, я рада не сбываю в сторону. Так что кто-то чужой, то есть у меня. Ну, вот как я сегодня уходила, мне так приятно было. Человек читает ерунду вообще-то, на самом деле, какой-то детектив там американский. Но читает так, я тянет туда, мне хочется подслышать голоса. Как он это лихо делает. Абсолютно вот так, так что это не... Просто у нас на форуме есть целая ветка про то, что женщины читают хуже. Да, я знаю, я знаю. А вы как считаете? Ну, я не знаю, мне как-то я вообще гендерный вот этот вопрос не разблядываю. Я могу сказать так, поскольку мне удалось немножко поработать еще, конечно, и режиссером, потому что меня просили с молодыми ребятами там что-то такое им помочь, подсказать. Мне казалось, что я могу им подсказать. Вот не очень получалось. Я скажу так, что женщины более выносливы, действительно, они больше могут записать. Но, пожалуй, конечно, хороший мужской голос, всерьез, настоящий, серьезный, да, это, конечно, лучше. Ну, это понятно. Потому что там вот эти низы замечательные, да, если еще голова хорошая включена. Если голова нехорошая, извините, мужчина или женщина, какая мне разница? Ну, какая мне разница? Ну, дурак, о дураком я же это слышу. А если хорошая голова, если все слагаем, конечно, лучше слышу, конечно. Ну, тут. Но это бывает редко, вы понимаете? Это такая редкость. Так что, что тут по этому поводу говорить? Вот, пожалуйста, я на самом деле... Что вы думаете, это такое уж прямо, я просто мастер-класс показываю, читаю, ниши и прочее. Просто мужики отказывают читать, вы понимаете? Мне это интересно. Я-то с удовольствием, потому что думаю, вот, когда я это еще прочту? А так, хоть за деньги, правильно, прочту. И я, конечно, счастье получаю, удовольствие просто от этого. А то они, ой-ой-ой, нет, нет, пожалуйста, вы же хотите такой текст, чтобы его сразу полюбили. А это же не запросто. Понимаете, текст там, конечно, вот там такой текст можно прочитать, что там все полюбят и все, и аплодисменты. А вот не всегда, не всякий текст, не за всякий текст любят. Ирина Александровна, а вы уже говорите, ну, прослушали, пусть два там своих произведения. А вы свой голос узнаете? Конечно, я узнаю все голоса. Нет, вот именно, потому что, ну, как правило, себя когда слышишь, просто все это чуть-чуть. Нет, вы знаете, что это, конечно, когда я первый раз там, допустим, как... Я вообще первый раз записалась, я была совсем, в общем, еще совсем юная. Мама моя работала на радио в Таллине. Вообще мы из Эстонии. И первый раз меня просто туда, ну, как попросили какой-то текст записать. И со мной был очень работа про дочь, хороший режиссер. Изумительно. Я думаю, что вот этого одного урока не хватило. Так вот так точно он мне определил, что надо у микрофона делать. Долгочь поможет. Ну, это так, что, конечно, тогда я, может быть, и не очень еще понимала, что это я. Но все-таки я человек, который с детства срадио имел, да, однако, я знаю. Ирина Оксана, а еще вот такой вопрос. Как вы относитесь к звуковому оформлению в ладью? Ужасно, ужасно, ужасно. Вы знаете, что, честно говоря, ужасно, потому что я считаю, это крукастый стиль. У меня очень замечательно, да, у меня очень замечательно, мой сын сказал, он не специально не говорил, а то, что, значит, вот меня кто-то запустал, я не помню теперь, какая это стиль запустала, вы, может быть, больше знаете, я забываю, Хэнкенштейн на рельсе вышли, да? И вот я там, помнишь, это я читаю, вообще, там публикательные дела, я читаю, там бежит через льды, все, прочее, да-да-да, я только не вступаю в музыку, музыку, музыку. Боже мой, зачем это еще музыка? А сын мой говорит, мобильник не выключил. Вы понимаете, это же, ну это уже сатирическая повесть, получается какая-то совершенно ерунда, да, даже. Это все зависит от того, конечно, как... Ну, может быть, бывает, я не знаю, мне не попадались удачные сочетания музыки и чтения. А в радиоспектаклях вы не участвовали? Ну, участвовала я, вообще сказать, в радиоспектаклях, конечно, нет, но два, два было. У меня, ну, там немного, недолго я делала. Я, значит, в такой длинный у нас сериал, тогда, в 90-й году, Моцерт, вот, и там еще только Женя Миронов, только еще совсем мальчик, совсем начинал. Вот он, Моцерт, у нас был, а я там его тещу, по-моему, да, даже досужилась в какой-то блок, именно. А второй я просто сама делала, как будто я работала на радио, что у нас такая была интересная идея, у меня, вообще, я посмотрела, в том случае, я могу попасть, что ли, и я ее с этого делала. Нам вдруг захотелось один день, да, на мой эфир, посвятить перед новогодним тому, чтобы все люди сидели и слушали, как это можно сделать, надо инсценировать детектив, сделать детектив, и все будут, и давать по пять минут, в течение дня. Ну, так я тоже. Ну, там я была, или же, не подумала. Ну, да, такая была интересная. Ну, просто еще попробовать какие-то интересные вещи. Так интересно, вообще, если мне что-то еще. Какое отдыхаете? Как вы заплатите, или какие-то вот книги? Ну, вообще-то я отдыхаю, я так думаю, что, ну, конечно, отдыхаю. Не так, может быть, часто, как мне бы хотелось бы отдыхать. Вы знаете, что я бездарно отдыхаю, сейчас я скажу. Я каждый раз очень-очень ждала этого дня, там, воскресенье, вот, допустим, ой, я завтра с часами, как шикарно, я сделаю то-то для себя же. Он абсолютно проплыл, совершенно не знаю, что. Нет, я люблю путешествоваться. Иногда, иногда игры происходят, это часто, не часто. Ирина Сауна, вы говорите, что вы читаете свиста. Не могу ли вы показать? Ну, и вы думаете, что вы не говорите? То есть, никак вы говорите? И так далее. Вот. Но для меня, конечно, это, в общем, принципиально, вот это вот попадание. Мне сразу тогда предложили ТЭПИ, и я должна вам сказать, что ТЭПИ я не читала. Вслух. Более того, несколько рассказов ТЭПИ я читала очень давно. Ну, и не очень, не помню, как они, какое они на меня произвели впечатление. Ну, в смысле, насколько это было здорово. Давайте попробуем, потому что это такой общий процесс. Рассказ называется «Дураки». На первый взгляд, кажется, будто все понимают, что такое дурак и почему дурак. Чем дурее, тем круглее. Однако, если прислушаешься и приглядишься, поймешь, как часто люди ошибаются, принимая за дурака самого обыкновенного, глупого или бестолкового человека. Вот дурак, говорят люди, вечно у него пустяки в голове. Они думают, что у дурака бывают когда-нибудь пустяки в голове. В том-то и дело, что настоящий круглый дурак распознается прежде всего по своей величайшей и непоколебимейшей серьезности. Самый умный человек может быть ветреным и поступать необдуманно. Дурак постоянно все обсуждает. Обсудив, поступает соответственно. И поступив, знает, почему он сделал именно так, а не иначе. Если вы сочтете дураком человека, поступающего безрассудно, вы сделаете такую ошибку, за которую вам потом всю жизнь будет совестно. Дурак всегда рассуждает. Простой человек, умный или глупый, безразлично. Скажет, погода сегодня скверная, ну да все равно. Пойду погуляй. А дурак рассудит. Погода скверная. Но я пойду погулять. А почему я пойду? А потому что дома сидеть весь день вредно. А почему вредно? А просто потому, что вредно. Дурак не выносит никаких шероховатостей мыслей. Никаких невыясненных вопросов. Никаких нерешенных проблем. Он давно уже все решил, понял и все знает. Он человек рассудительный. И в каждом вопросе сведет концы с концами, и каждая мысль закруглит. При встрече с настоящим дураком, человек охватывает какое-то мистическое отчаяние. Потому что дурак это зародыш конца мира. Человечество ищет, ставит вопросы, идет вперед, и это во всем. И в науке, и в искусстве, и в жизни. А дурака вопросов-то никакого не видел. Что такое? Какие там вопросы? Сам он давно уже на все ответил и закруглился. В рассуждениях и закруглениях дураку служат опоры три аксиомы и один постулат. Аксиомы. Первое. Здоровье дороже всего. Второе. Были бы деньги. Третье. С какой стать? Постулат. Так уж надо. Где не помогают первые, там всегда вывезет последние. Дураки обыкновенно хорошо устраиваются в жизни. От постоянного рассуждения лицо у них приобретает с годами глубокое и вдумчивое выражение. Они любят отпускать в большую бороду, работают усердно, пишут красивым почерком. Солидный человек. Не вертопрах, говорят о дураке. Только что-то в нем такое. Слишком серьезен, что ли? Убедясь на практике, что вся мудрость земли им постигнута, дурак принимает на себя хлопотливую и неблагодатную обязанность. Учить других. Никто так много и усердно не советует, как дурак. И это от всей души, потому что, приходя в соприкосновение с людьми, он все время находится в состоянии тяжелого недоумения. Чего они все путают? Мечутся, суетятся, когда все так ясно и кругло. Я, видно, не понимаю. Нужно им объяснить. Что такое? О чем вы горюете? Жена застрелилась? Ну так это же очень глупо с ее стороны. Если бы пуля, не дай бог, попала ей в глаз, она бы могла повредить себе зрение. Боже упаси, здоровье дороже всего. Ваш брат помешался от несчастной любви? Он меня прямо удивляет. Я бы ни за что не помешался. С какой стати? Были бы деньги. Один лично мне знакомый дурак, самый совершенный, будто по циркулю выведенной круглой формы, специализировался исключительно в вопросах семейной жизни. Каждый человек должен жениться. А почему? А потому что нужно оставить после себя потомство. А почему нужно потомство? А так уж нужно. И все должны жениться на немках. Почему же на немках? Спрашивали у него. Да так уж нужно. Да ведь этот, пожалуй, и немок на всех не хватит. Тогда дурак обижался. Конечно, все можно обратить в смешную историю. Дурак этот жил постоянно в Петербурге, и жена его решила отдать своих дочек в один из петербургских институтов. Дурак воспротивился. Гораздо лучше отдать их в Москву. А почему? А потому что их там очень удобно будет навещать. Сел вечером в вагон, поехал, утром приехал и навестил. А в Петербурге когда еще соберешься? В обществе дураки народ удобный. Они знают, что барышням нужно делать комплименты. Хозяйке нужно сказать. А вы все клопочете. И кроме того, никаких неожиданностей дурак вам не преподнесет. Я люблю Шаляпина. Ведет дурак светский разговор. А почему? А потому что он хорошо поет. А почему хорошо поет? Потому что у него талант. А почему у него талант? Просто потому что он талантливый. Все так кругло, хорошо, удобно. Ни сучка, ни задоринки. Подхлестнешь и покатится. Продолжение следует...